В краевом центре рассмотрено уголовное дело домушника, который походя обворовал чужую квартиру, хоть еще за несколько минут до кражи ее совершенно не планировал. На скамье подсудимых оказался 33-летний хабаровчанин, поддавшийся криминальному мимолетному чувству. Как рассказал следователю обвиняемый, события того дня подхватили его и завертели словно против его воли. На новогодних праздниках фигурант выпил дома и пошел в гости к приятелю, который проживает в бараке на улице Калинина. Придя к дому, он обратил внимание на жилье соседа, своего товарища. Свет на первом этаже в окнах не горел, они были зашторены. Проходя мимо, вор на всякий случай толкнул форточку рукой, чтобы проверить, закрыта она или нет. Створка подалась, и это было стартовым выстрелом для дальнейших событий. Протиснувшись в форточку, визитер обошел небогатое жилье и пришел к выводу, что наибольшую ценность тут представляет холодильник. Это были двухкамерные бирюса приличных габаритов, но ни вес, ни размеры преступника не смутили. Объявление в интернете о продаже своей добычи подозреваемый разместил практически не отходя от кассы, воспользовавшись смартфоном приятеля, живущего этажом выше. Фотография холодильника и демпинговая цена сработали. Клиент-скупщик нашелся почти мгновенно. Вор даже помог дотащить трофей до машины покупателя, отдав бирюса в два раза ниже рыночной цены. Подсудимый женат у пары двое детей. Это далеко не первая кража мужчины. В 2018 году за ним числятся как минимум два эпизода, еще один в 2021. Своровал холодильник хабаровчанин, будучи на испытательном сроке после предыдущей кражи. За нее его приговорили к двум годам условного заключения. Часть этого виртуального срока стала для уголовника реальностью. За кражу холодильника он получил два с половиной года строгого режима, еще шесть месяцев судья добавил за предыдущие прегрешения. С места происшествия Валентин Борозняк и Павел Павлов.